С них берут пример, их поступками восхищаются. Им есть чему научить подрастающее поколение. Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов трудовой славы, участников боевых действий чествовали сегодня в Самаре. Глава города Елена Лапушкина вручила почетные грамоты Тамаре Писаревой, председателю Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района. Нине Витчинкиной, заместителю председателя общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района. Благодарственное письмо вручили Ольге Петрушкиной, заместителю директора Самарского дворца ветеранов. Награду от города получили участники СВО. В нашей стране нет более трогательного, более пронзительного праздника, чем День Победы. Их мужество, отвага, честь, доблесть, любовь к России, любовь к отчизне защитили нас. Жертвуя своим молодостью, своим здоровьем, своими жизнями, они отстояли и победили в той кровавой войне. И уже на их пример выросли новые, молодые герои, которые прямо сейчас защищают нас всех с вами от нацизма. Защищают все то, что нам с вами так дорого. Наше будущее. Будущее наших детей. Часть наград присутствующие получили из рук председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева. Памятными знаками за патриотическое воспитание были отмечены Мария Афанасьева, бывший директор школы, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе, Валентина Иванова, работающая в Совете ветеранов Самарского района, и Людмила Базилева, преподаватель русского языка, литературы и культурологии с 44-летним стажем. Город по праву теперь носит имя город трудовой доблести. Наши земляки проявили себя на всех участках и фронтах Великой Отечественной войны. И сегодня, казалось бы, можно отдохнуть. Получив заслуженный отдых, вы сердца неугомонные. Вы сегодня своим примером воспитываете продолжение России. Вы воспитываете лучшие человеческие качества. Подтверждением тому является доблестная служба наших ребят в вооруженных силах, добровольцев, контрактников, войсках специального назначения. После официальной церемонии награждения перед ветеранами выступили самарские исполнители. Среди них и Владимир Самарин. Он воевал в Афганистане, а сейчас своим творчеством поддерживает военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Виктория Шара, Игорь Казановский, События.